Всем привет! Меня зовут Катя Клэп, и сегодня я вам покажу Шанхай. Моё знакомство с Шанхаем началось с этого уютного дворика, который спрятался где-то между бесконечных небоскребов. Сейчас у меня будет сеанс тай-чи, но пока я нахожусь в своей одежде, пойду переодеваться. Так как я была в пресс-туре, в таких поездках всегда предусмотрена культурная программа, и для нас выбрали тай-чи. Переводится как «великий предел». Вообще, это китайское боевое искусство, один из видов ушо. А еще общее – это оздоровительная гимнастика. Даже еще общее – зарядка на правильное дыхание. Со стороны это выглядит как какой-нибудь фильм. А главное просто – ручку сюда, выдохнул пафосно, задумался якобы о бытие. Главное, чтобы не сильно, а то лицо глупое получится. Я стою такая серьезно. У меня дышка. Да потому что я дышу. Я такая – у меня болят руки, они устали делать так. Посмотрите, какие здесь замечательные витражи. Просто сказка в таком отдыхать. По мнению нашего гида, это считается самым красивым местом в Шанхае. Это небольшой двор, что-то типа домика. Здесь вот такие красоты. Как я поняла, это некие общественные владения. Сколько им лет – не удалось спросить. Вокруг цветы, фонтаны с журчащим звуком воды, откормленные золотые рыбки, кружевная мебель. Очень красиво. Я еще сижу и думаю, кому же такая красота-то досталась. Сказать, что в свое время здесь была резиденция Советского Союза. А заметила я это по интерьеру салона. Внутри были знакомые колонны, потолок с рейками. Что-то все вокруг мне намекало. Тут русский дух. Вот такая была сильная дружба двух социалистических стран. С таким почетом встречали. Правда, продлилась она до времен Хрущева. Так что не зря я сейчас в Сомалиф пока летела, изучала какие-то факты про Советский Союз. Самое красивое здание в Шанхае было резиденцией Советского Союза. Тут сомики плавают. Симпатичные какие. Золотая рыбка. Сколько мне лет осталось? Причем не из этой сказки, но вопрос все так же актуален. С огромными глазами. Ты видишь это? Да. Ты посмотри, какой смешной. Смешной. Так и не получив привет от Шанха. Хаистского кота. А, поняли? Мы отправились с нами в Мишный шопинг. То есть случайно нашли магазин с барахлом. Зря мы сюда зашли, потому что я их безумно люблю. И здесь вообще какая-то тонна плюшевых игрушек. Я и моя в будущем была кровать. Смотрите, это тостер Хлоу Китти. Засовываешь туда тост, и он отпечатывает мосечку кошечки на хлебушке. Дышать. Дышать. Фу, а ты отпустила. Я хочу такую пальто. Где купить? Я обожаю глумиберов. Здесь огромный резиновый. Это просто и черный. Как я его тащу, если я его захочу себе купить? Что мне с этим делать? Еще один глумиберов в коллекции моих глумиберов. А еще я себе выбрала такой вот термос. Зачем он мне нужен? У меня все термосы поломались, поэтому я оправдываю все покупки. А еще здесь стенд Супер Марио, но, к сожалению, нет моего любимого Кинг Бу, о котором я мечтаю, я очень хочу его купить себе на полочку. Дальше был вкусный ужин. Кстати, китайская традиционная кухня не сразу мне понравилась. А все потому, что непонятно, что и что. Мой гастрономический вам гид. Курица Гум Пао. Куриное филе, обжаренное с арахисом и красным перцем чили. Это китайская капуста Бок Чой, тут она вареная с чесноком. Жареный рис, классическое блюдо сычуанской кухни и очень вкусное. И моя любовь, вареный арахис. Сначала я противилась так упробовать, но это как нут, только со вкусом арахиса. Я так вкусно в Китае еще никогда не ела. Принесли пельментосы. Ребята, я в раю. Кстати, пельмени Цзяо Цзы именно с начинкой китайской капусты, а не с мясом. Плюс Китай любит кляр и фритюр. За всю эту еду мы отдали 147 юаней. Умножьте на 10 и это будет курс 1500 рублей на обжирательство такого масштаба, что с меня подничка сошла. И мне просто стыдно уходить, потому что у нас еще очень много осталось. Серьезно, а еда такая вкусная. Весь ролик и вас будет преследовать моя торчащая во все стороны шевелюра. В Китае влажность 80-90%, ведь мы были в сезон дождей. Хмурое небо, микрокапли по всей одежде, коже, телу, а на голове одуван. Забавно, что на азиатский волос это не имеет никакого эффекта. А я как абсос была все время липкая и пушистая. Я только заселилась в отель, и мне здесь стоят такие подарочки и цветы. Это приглашение на само мероприятие. Так, а что здесь? Да, я так мечтала! Это фарфор, о котором я еще рассказывала в первой своей поездке в Китай, который трескается со временем. То есть это блюдечко. Это невероятно классно. И внутри плавает рыбочка. Событие, которое привело меня в Шанхай, это выставка Ланком. Название Декларен Хэппинес. Это девиз марки, что-то вроде «Дарим счастье». Краситься я люблю, путешествовать обожаю. И вдохновение еще как раз на подобных мероприятиях. Ну и мне удалось заглянуть в историю Ланком. Выставка была посвящена всем легендарным косметическим продуктам бренда. Сначала была экспозиция знаменитой сывороткой Жени Пик. Меня ждало фото, запечатляющее как меня, так и мой возраст. В темноте я вырисовывала фонариком цифры, а камера снимала меня на длинной выдержке. Таким образом получался почти неоновый снимок, который оставалось отзеркалить и распечатать. Нам рассказали, что Ланком появился в 1935 году, представив 5 первых парфюмов на всемирной выставке в Брюсселе. У меня самой в коллекции были трезор, поэма, а сейчас появился Миракл. Эта экспозиция посвящена именно ему. Ну а дальше была выставка премиальной уходовой косметики. Если вы не знали, то именно Ланком запустили азиатский тренд в косметике. Именно они первыми сделали кушеные или кушеные для европейского рынка. Как раз, когда знаменитый язажист и обожаемый мной Лиза Элдридж стала креативным директором Ланком. Очень советую посмотреть ее блог на ютубе. В целом, мне безумно понравилась красочная выставка. Я то подбрызгивала что-то, то подмазывала, то фотки делала, то в интерактиве участвовала. Очень девичья, веселая обстановка. Я обычно помаду растушевываю пальцем, потому что у меня не получается одного раза идеально сделать контакт. Поэтому я его делаю почти невидимым. Просто посмотрите, сколько здесь свежих роз. Море. Красота неимоверная. То, как здесь пахнет. Знаете, в такие моменты блогеры чаще всего говорят, как жалко, что вы не можете почувствовать запах через камеру. Камон, ребята, это розы. Хочется так понафоткаться, но я когда сажусь, я так, знаете, типа, я у бабушки на клумбе с цветами. Посмотрите, что у нас за июль выросла. После замечательного вечера нас ждал целый день культурного обогащения Шанхая. Это вторая по численности населения город Китая и мира. И один из самых развитых. В этом мегаполисе я что-то не увидела ни одного клишированного исторического здания. С пагодами, драконами и фонариками. Но город весь укрыт облагораживающими работами. Социализм для Китая стал дверью, которая позволила ему начать путь к модернизации. Мао Дзю Дун был готов уничтожить все старые здания, чтобы построить Китай с чистого листа. И у него это вышло. Вообще, я обожаю экскурсии по городу на автобусах. Особенно люблю сидеть на втором этаже. Можно видео снимать, селфи эпичные делать. И все, не вставая с пятой точки. Вот только ветрище и дождь мне все обломали. Нелегкий путь лежал к самому высокому зданию в Китае. И по самосительству к третьему в списке самых высочайших зданий мира. Наш дал незабываемый вид. Суровая правда китайского климата и погоды. Здесь открывается потрясающий вид на Китай. Ага. Вид на туман. Как говорится, выше головы не прыгнешь, выше туманов не увидишь. Хотя здание высоты в 623 метра уступает только башням Небесное Древо в Токио и Бурж-Халифа в Тубае. Вот так вот, 119 этажей счастья. При этом самый быстрый лифт в мире. Зато мы смогли там увидеть традиционный китайский театр. Культуру, появившуюся еще до нашей эры. Дальше в гости нас ждала Лили Коллинз. Лицо Брэнда Ланком, актриса и модель. Сейчас у нас был небольшой чатик с новым амбассадором относительно Лили Коллинз. Она вот сзади фоткается. Наконец, я смогла увидеть центр старого Шанхая. Сейчас мы приехали в какой-то более-менее аутентичный райончик Китая. Здесь будет у нас обед в прекрасном ресторане. Наконец, как я и мечтала, настоящий древний Китай. Прямо как в детских мечтах после мультфильма «Мулан». В основу фильма положена средневековая китайская поэма «Хуа Мулан» – женщине, вступившей в ряда армии. Первое упоминание – шестой век. Ну а мультик мне подарил, как девочка, уверенность и мечту видеть однажды китайцей. Здесь очень специфичный сандаловый с чем-то жареным запах. Очень приятно пахнет. Если я не ошибаюсь, мы пришли сейчас в сад. «Удэн» он называется. Само название приводится как «Счастье моих родителей». История такая. Был дядечка, которая решила сделать идеальный сад для своих родителей. Он его строил в Ситулке 28 лет, но так его и не достроил. Его родители умерли. Поэтому этот сад назвали «Сад счастливых родителей». Еще рассказали свои истории о том, что, собственно, оккупировали это все японцы в свое время весь этот сад. А он действительно очень красивый. И они разрушили все почистую. То есть каждое дерево все выкорчевали, все изуродовали. Их осталось только в воспоминаниях вот эта вот карта этого сада. И в 1956 году они восстановили только по этой картине все то, что раньше было. Это карта всего исторического центра Шанхая, где треть занимает сад. Также я нашла фотографию самого сада, сделанного в 1860 году. А так он выглядит сейчас. Вообще, на самом деле, стоит изучить историю войны Китая и Японии, потому что их противостояние было, конечно, адовым. На последок мы отправились в ресторан «Лу Бо Лэнг». У этого места есть сколько-то звезд Мишлена. Обожаю традиционную подачу еды в Китае. Сидишь себе, крутишь, дошеришь. Делиться с кем-то едой в Китае – это некое единение и проявление дружелюбия. Тут и вареные недок кабачки, то ли огурцы, миси, куськи на зубок. И гипермегапельменты, со внутри которых свинной бульон. Это вот такая вот штучка. Что они делают? Что они делают? Они высасывают бульон. Сахар не сидит сюда. Завершением культа еды стали охлажденные десерты. О да! И все бы ничего. Но вот это, от внешнего вида и вкуса которого… У меня очень ясно, сейчас тошнит. Ты ешь куда плену? Оно все воняет. Рым, яйцо. Неудивительно, почему китайцы все худые, с такими-то десертами. На этом мои три дня в Шанхае закончились. Я очень была рада увидеть совсем другой мир. Ну или тот, который был бы возможен у нас. Китайская народная республика – социалистическое государство. 47% населения – атеисты. Это самый большой процент по миру. Ну и так, факт. В 2011-2013 годах китайцы использовали больше цемента, чем американцы за весь 20 век. Вот такие масштабы строительства поднебесные. Ну, а если всех китайцев заставить пройти перед вами, выставившись в колонну по одному, то она никогда не закончится благодаря скорости воспроизведения населения. А за 10 лет, по прогнозам, население увеличится еще на 350 миллионов человек. Честно, я очень мечтаю вернуться в Китай и посмотреть другие города. Конечно, есть большие сложности в понимании языка. Это единственное, что может испортить впечатление о Китае. А традиции устоят, тут надо быть понимающим и толерантным. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Надеюсь, он вам понравился. Всего хорошего и до следующего видоса. Пока.